Милые дамы Здесь у нас серьезный бизнес, я хотел бы, чтобы вы были максимально серьезные, средоточенные, пожалуйста, не волнуйтесь, я сам немного волнуюсь, честно говоря. Ну и что же, приступим к делу. Спасибо. Ну, я же начальник. От Бога. Сейчас мы заходим в кабинет Андрея Губина, где он проводит кастинг по отбору себе своего персонала. Андрей. Да? Добрый день. Очень приятно видеть. Андрей, меня зовут Наталья Зверева, это программа «Звездная разведка». Прошу не пугаться. Да нет, я, в общем, женщин не боюсь. Замечательно. Я узнала, что у вас сегодня проходит кастинг, у вас как у бизнесмена. Я бы не назвал это кастингом, но просто мы отбираем девушек на работу. Должен секретарь референт. Ну, в общем, мы собираемся заниматься продажами... Ну, давайте не будем говорить, чем вы собираетесь заниматься, может быть, для того, чтобы... Для чего, чтобы? Почему? Мало ли? У нас открытая компания для всех. Пожалуйста, мы продаем нижнее белье, мужское, женское. Вот, очень качественное. Итак, по поводу сегодняшнего мероприятия. Андрей, если вы позволите, можно мы поприсутствуем и посмотрим, как будет происходить кастинг? Ну, конечно. Если вы скрасите своим присутствием, я буду только рад. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Пахарь Ирина. Пахарь Ирина. Это ваша настоящая фамилия? Да. Замечательная фамилия. Заодно эту фамилию уже можно принять на работу. Пахарь. У нас реально придется пахать. Катя, присаживайтесь, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Вот. У нас девиз компании «На работе как дома, дома как на работе». Вы все понимаете, да? Милое. Милое создание. И оно... Она бы скрасила наш офис, конечно. Но... Все-таки я своего секретаря вижу человеком более активным. Не хотелось бы видеть. Хотя, с другой стороны, активный начальник, активный секретарь, может быть, это атомная смесь. Ну, сейчас посмотрим всех. Так, может быть, наоборот, секретарь должен быть более активный, чем начальник. Тогда начальник... Активнее начальства быть невозможно, потому что ты можешь... Начальство может опасаться того, что ты окажешься как-нибудь на его месте. Поэтому нет. Ну, и потом активнее меня еще человека в жизни не встречал, честно говоря. Ну, да. Наверное, нет. А-а-а. Здравствуйте. Меня зовут Ника. Очень приятно, Ника. А вы всегда так с начальством МО? Фух. Ника, вы знаете, вы создание, конечно же... Милое. Да. Более чем, я бы даже сказал. Вы не могли бы, допустим, сварить чашку кофе там, попробовать? Правда, я не вижу здесь, что кофе у нас сейчас. Есть у нас кофе, да? Что? Я в МОИН. А какой вы любите? Да, я, конечно, смогу. А какой вы любите? Американский. А растворимый? Или такой? Какой найдете? Так, чтобы, главное, было вкусно. Сделайте так, чтобы начальнику было вкусно. Что-то я бы не запутался. Уже в ГОИН? Нет, нормально, нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Это что такое подхолимаш мелкий или крупный? Это. Понятно. Средний. Средний, да? Вот. Понятно. То есть это вы сами делали экибану такое? Да, конечно. Нет, серьезно? Да. Да ладно, правда? Явление христа народа просто происходит. Американские. Американские. Сливки немецкие. Сливки немецкие. Да. Руки русские, которые принесли все это, да? Да. С подсловательным прощанием в щечку. С подсловательным прощанием в щечку? Да. Ох, Мика. Богиня победы, можно сказать. Да. Да? То есть вы знаете греческую мифологию? Ну, меня назвали в честь этого погиба. Серьезно? Да. Ну да. Вы девушка, которая рождена побеждать. И вы знаете пути к победе. Целуйте, что же. Целуйте. Да, я вспоминаю свою юность, прошлое, концерты, девушки, цветы, подарки. Нет, ну можно все-таки с нами? Нет, нет, нет. Подождите. Я пью кофе. Вы разве не видите, дорогая моя незнакомка? Не поставьте его. Куда его поставить? На блюдечке обратно. Девушка, мое сердце начинает биться все быстрее и быстрее. Я сейчас позову охрану. За что? Что? За что вы эту девушку практически выгнали? Нет, я не выгонял, мы просто... Я уже устал. Да, да. Да. Можно? Можно. Покажу просто движение? Давайте движение. Движение даже лучше, а то я думаю опять... Попой назад как-то делаем, потом что-то сюда здесь так, сюда пошел так, сделал потом так, подноем так. И, короче, нормально? Нормально. Я немножко училась, вот, но мне нужна музыка. Амбрей. Уну момента сеньора Рогации, девушка с нами Белиссимо Граци, Чао Бамби, бонзерно подруги, вместе поднимем руки. Танцуй, 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 девчонки, а парки пусть стоят в сторонке, и в каждой ноте движение тема, танцуй. Как красиво, мой бог! Господи, я напрасно жил на этом свете. Между тобой и мной, снова дожди стеной, время сказать прощай. Листья разлук летят, и возвратить назад счастье не обещай. В принципе, у нас работа подразумевает общение с людьми, и особенно стесняться не стоит. Чё, чё? Ничего, во-первых, а что, ёлки-палки? Как учат нас в советской школе, а? Чё пуговку-то? Пуговку-то уже я, чё, уже расстегнул давно. А вот, что, что? Викторович, Андрей Викторович. Так, Андрей Викторович, как вам? Нежно, желательно. Нежно, да? Кайфушка какая, господи! Лёгкая уборка стола начальством. Что? Можно приступать? Да. Знаете, я на самом деле не работать пришла. Понятно. Знаете, я не хочу, чтобы вы мне спели, я вам очень хочу. Пожалуйста, я... Ну, я не могу сказать, что я вашу фанатику, но я хочу, чтобы вы спели. Пожалуйста. Нет вопросов? Пожалуйста. А, гонорар? Концертный. Я буду, я вас пою, танцую, выступаю, улыбаюсь вам, раздаю автографы. А вот. Я думаю, что вы совсем другой. Да, я... Неужели вы можете... Мне тоже когда-то казалось, что я совсем другой. Смотрите, хоть что-нибудь. А, ну, хоть что-нибудь, что вы там, миллионовых роз, вас интересует. Или там, Сульмара, Лючика, Дастер Дардженто, Плячета Лёда, Просперо Левенто, что вы хотите? Что-нибудь из последнего альбома. Из последнего альбома, да? Можно так исполить? Понятно. Может быть, мне еще убраться. А, кстати, можно сейчас... Вместо Ксюши. Понятно. Вы знаете, вот... Я чувствую, у меня сегодня хороший отбор. Секундочку. Можно? Пойдем, зайдем. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. А я пришел к вам устраиваться на работу портиральщиком и певцом. А что вы умеете петь? Я умею петь? А, петь. Ну, я могу многое спеть. Я знаю практически наизусть все последние песни Андрея Губина. Ненавистный мой певец, но для вас... Вам сделают кофе? Да. А вам оба... Для вас убраться, да? Хорошо. Так. И сейчас танцуются. А за какие деньги все это нет? Ну как, вам нужна работа? Нет, мне работа нужна, конечно. Вообще-то мне работа не нужна. Я очень ленивый человек. Мне нужны деньги, вы понимаете? Так, ладно, все. Понятно, понятно, я убираюсь. Так, миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна. Видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. И всерьез свои жизни для тебя. Могу сделать массажик. А, превратил цветы. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Ой, наработка такая. Так, массажик мимоходом. Кофе, кофе помешал, сливочки так. Ой, извините, это кто-то уже там прикоснул со своими губами грязными. Там есть на дунышке. А зайка моя, я по тебе скучаю. Ой, или что там? Я без тебя письма не... Ой, это другая песня. Но ему бы тоже эта песня очень подошла. Представляете, как бы он пел. Одну минуточку. Может быть, вы отожмете, сделаете пару приседаний, попрыгаете. Знаете что? Попрыгать. Отжаться. Так. Не, я, конечно, могу отжаться. Но нет, вообще не проблем. Но за какие деньги? Вам нужна работа? Мне не нужна работа, мне нужны деньги. Вы понимаете, девушка? А вы уже не делаете? Деньги нужны? Отжался. Понятно. Куда это годится? А как нужно? Вот не покажешь. Я отжимаюсь, если вы отжимаетесь вместе со мной. И я тоже. Давай. Раз, два, три. Присели. Ой, упор лежа. А почему твои руки так, Сташа? Это фирменный твой знак, да? Вот так вот руки? Так нужно руки ставить? Как отжимаешься? Понятно, молчу. То есть... Нет, я просто говорю спросить. На кулаках. На кулаках? Это да, на кулаках. Вот так вот, да? Так, на кулаках. Ой, я не разглядела сейчас. Ну ладно. Так, все. Хорошо, спасибо большое. Так, теперь будем приседать. А, кажется... Ну я понял, ты начальник, я дурак, я начальник. По сиреневым бульварам и по воскресным площадям Ходят девушки такие, что не верят твоим глазам Ни нас не заметить невозможно Их волшебная красота И одну из них увидит Про себя подумал ты Такие девушки, как звезды Что светят в небе до утра В одну из них легко и просто Влюбиться раз и навсегда Ну... Понятно. Все, 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 спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, прошу вас Анечка, присаживайтесь Меня зовут Лера Лера, да? Лера, а вы всегда так в штанах, строго? Нет Нет? То есть вы можете одеть юбку, например, на работу, да? Просто многие думают, что если шоу-бизнес То вот все должно быть, вы понимаете, как Нет, у нас мужчина, как мужчина И женщина, как женщина, да? Я думал, у меня тяжелая работа артиста Я теперь понял, что на самом деле На самом деле Есть профессии посложнее Начальник этого ГГО, друзья мои Хочу, чтобы ты встречала меня со словами Вот, ну, ты секретарь, допустим, да? Ты принята на работу По-индонезийски встречала меня с словами Здравствуй, любимый начальник Можешь сказать? Да Окей Конечно Саламалейкум, сука бапак Вот так, да? Сука бапак, значит Сука бапак, да Ничего плохого, на самом деле Это очень хорошее слово И главное Знаешь меня, что пугает? То, что проверить невозможно А как будет Здравствуй, любимый начальник? Саламатсия Татуан Ты моя хорошая Правильно? Нет, она меня, сука, не зала Как-то там что-то, сука, что любимый А, сука, это нравится Нравится, да Нравится, да Будь со мной, уходи И постарайся понять Тебя на пути Хочу навек потерять Любовь, только миг Последней капле дождя И я этот миг Хочу прожить без тебя Ты уже нашел себе Секретаршу, скажи честно Или будешь И дальше еще просматривать Девушек Бороться дальше За качество То есть я пока чувствую, что Все-таки нет, наверное, того человека Которому бы я хотел Полностью и безраздельно Мог бы доверить Свои дела Мне кажется, что По секретаря хорошего Это как Момент судьбы какой-то Девушка должна зайти И я должен понять, что Да, это мой секретарь Сейчас мы находимся В машине с Андреем Губином Да, вот он сидит рядышком Его пока не видно Едем мы на закрытое мероприятие О котором нам Андрей мало чего сказал Будем поздравлять молодоженов Кто женится? Я не знаю пока А ты в качестве Кого там? В качестве Андрея Губина Певца Будешь просто Пять на свадьбе? Да, да Ну пригласили выступить Не знаю, мне нравится Я очень люблю выступать на свадьбах А как часто приходится выступать на свадьбах? Очень редко Правда, очень редко Потому что Андрей Губин Он не является Артистом Заказных Как бы Концертов То есть Есть у нас сейчас такой Термин такой появился Новомодный Заказниковый артист Это артист Который выступает В основном на заказных мероприятиях То есть Заказник Это как бы Даже такое неприятное Как бы Да? Нет, я так не считаю Я так не считаю Среди своих? Нет Нет, наоборот Все завидуют Заказниковым артистам Потому что Эти артисты Зарабатывают много денег Шикарный Шикарный Мерседес Это твоя машина Да, это моя машина Ну я На самом деле Я Больше люблю спортивные автомобили Но как-то Продал У меня была спортивная машина Такая Ничего симпатичная Красненького цвета Такая маленькая С откидывающейся крышей Недорогая Но смотрелась очень дорого Ну я ее продал Хотел купить себе другую Приехал Покупать себе Porsche Вау Да, Porsche Приехал Porsche какой-то был Немножко замызганный Поэтому Porsche я не купил Там же стоял Мерседес Ну как бы Там железки меня не радуют Хорошо, по-моему Наоборот Если меня же радует творчество То есть У меня есть очень большие радости Когда концерт хороший Когда творчество Когда девушкой познакомишься Андрей Ага Когда ты будешь жениться? Не знаю Я уже сам как бы устал от образа Андрея Губина Который ищет свою любовь То есть Вот меня все время спрашивают Ну да там Типа Когда, когда Ну и просто пока вот Что-то немножко не складывается Не везет Реально Не везет с чем? А вот просто как-то не получится Встретить человека Который Не получается влюбиться Действительно Очень сложно влюбиться В кого-то одного Потому что ты любишь Всех женщин сразу Не сказал бы Вообще-то я склонен Очень к серьезным отношениям Одно и видно Серьезно? Девушки Камень В наш огород Неужели? Ну я не буду там Замахиваться на Россию Ну по крайней мере В Москве Так мало Умных женщин Что всего лишь Два раза Андрей Губин был Влюблен С 14 лет До 21 года Я пробивался То есть Моя песня Мальчик-бродяк Была написана в 14 лет Да? 7 лет В юности Другой бы свихнулся Да? Я просто Ходил к ним Продюсерам Показывал свои песни Они мне говорили Нет 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 То есть Это все закаляет И воспитывает Ну в том смысле Что Как бы Я понял Ну можно было сломаться Почему-то я не сломался Не знаю Потом Меня вложили деньги Да? Люди вложили Игорь Крутой Там Фир Марс Большие деньги Которые я долго отрабатывал В течение 5 лет Там Возвращал То есть Ну и Приносил прибыль еще То есть нормально Если ты хочешь сказать про моего отца Мой отец вложил Мне Первые 10 тысяч долларов Вот А вот 250 тысяч долларов Вложил на Фир Марс Ты будешь продюсером? Я? Конечно Спустя некоторое время Попозже Каким ты видишься через 10 лет? Ну я раньше говорил Маленьким, толстым и лысым Но толстым я точно не буду Подожди, подожди Не через 30 Не через 100 Через 10 Через 10? Да Я стану еще лучше Когда я представляю себя Там через 10 лет Мне хотелось бы Чтобы я Оставался так же свободен Как сейчас Как сегодня Был таким же свободным человеком То есть В принципе Я заслужил эту свободу Она Опять В этот вечер Одна О чем-то Тихо Грустит До окна И Только В небе Подруга Луна Вместе с ней Всю ночь Без сна Вместе с ней Вместе с ней